У этих ребят за плечами не только специальные парашюты, но и не меньше 200 прыжков. К участию в одном из самых зрелищных видов спорта бейсджампингу допускаются исключительно профессионалы. Сучинский скайбридж – самый длинный в мире – 439 метров. Если разделить его приблизительно пополам, то получается высота, с которой и будут совершать полет около 50 спортсменов из разных регионов нашей страны. Их смелость, драйву и полному отсутствию страха остается только позавидовать. Бейсджамберы не просто прыгают с 207 метровой высоты, но при этом выполняют сложные акробатические элементы, чтобы пощекотать нервы зрителям фестиваля. Кстати, это не только показательные выступления, но и своеобразные соревнования между парашютистами-экстремалами. Вопросу безопасности уделено большое внимание. Во время показательных выступлений бейсджамперов аттракционы не работают. Рядом с руслом реки Мзымта предусмотрены специальные места для безопасного приземления парашютистов. Мост – это для наших пашков самый безопасный объект, потому что нет самого объекта, в который вы можете врезаться, когда вы с него спрыгнули. Парашют открывается в свободном воздухе, если вы прыгаете из дома, со скалы или откуда-то еще, в случае открытия купола в стену, вы можете в нее врезаться. Здесь врезаться некуда. Нам река преподнесла некий сюрприз. Были дожди два дня, и река стала довольно полноводной. Поэтому у нас даже продумано, как мы будем спасать человека из реки. Сегодня вытаскивать из реки никого не пришлось. Все приземлялись на землю. Но погода все же внесла свои коррективы. На время проливного дождя прыжки останавливали. Но как только видимость стала получше, продолжили под раскат грома. Идет дождик, но это довольно забавно. Единственное, что видите, я поскользнулся из-за того, что земля мокрая, ботинки не удержали, не устоял, пришлось немножко вперед пойти. Здесь площадка, видите, из-за того, что дожди, река сильная, плюс тут вот камни есть большие, поэтому приходится с воздуха рассчитывать, куда ты приземлишься. Порывы ветра за счет ущелья могут нести коррективы. В программе одиночные и парные прыжки, разнообразные трюки и выступления на точность приземления. В течение трех дней пройдет 12 прыжковых сессий середины моста Скайбридж. Среди бейсджамперов не только мужчины. Олеся Калмыкова в парашютном спорте уже семь лет совершила больше 800 прыжков. В этот спорт, в это направление пришла, потому что надо что-то менять, надо что-то новое добавлять. И это опасно, но это жутко интересно. Это новая ступень, может быть, в парашютном спорте. Надо заниматься тем, что тебе нравится. Я живу так, и мне свободно, мне хорошо. Я чувствую полную, вот действительно, вот ты сказал свободно, я свободна в этом направлении. В перерывах между стартами гости Скайпарка смогут пообщаться с опытными спортсменами, поближе познакомиться с бейсджампингом и принять участие в развлекательной программе. А 15 октября состоятся ночные бейсы и банджи-прыжки. Завершится фестиваль многовеем. Шаг в пропасть одновременно сделают все спортсмены.